Здравствуйте, я Настромо771. Сегодня я хотел бы провести обзор нового комплексного антивирусного продукта Trend Micro Titanium Maximum Security, версия 2015 года, 8.0.11.33 финал. Что касается системных и аппаратных требований, которые производитель предъявляет для установки продукта, то данную информацию вы можете получить в справке, представленной ниже. Там же вы можете посмотреть информацию о аппаратной части машины, на которой я провожу тестирование и обзоры продуктов. Для работы используется реальная операционная система Windows 8.1, версия профессиональная, 64-битная. Что касается нововведений, которые используются в продукте, то в настоящее время информация какая-либо о улучшениях, которые вносились в работу двигателя и технической части продукта, отсутствует. Известно только о улучшении процесса установки. Дистрибутив теперь содержит и 32 и 64 бита установщики. В продукте реализован новый интерфейс. Появляется возможность добавления устройств. Выполняется проверка состояния системы. В дальнейшем, после предоставления соответствующей информации, вы сможете ознакомиться с новшествами на сайте КомСС. Приступаем к установке продукта. Выполняется распаковка. После распаковки выполняется проверка компьютера. Следующим шагом является введение серийного номера. Если у нас есть номер, то вводим. Если не знаем, где он находится, то читаем соответствующую сноску, справку. Если хотим приобрести, то переходим по ссылке к процессу приобретения. Открывается соответствующий ресурс Trend Micro. Загружается страница, где указаны варианты приобретения на определенное количество лет и на определенное количество пользователей. Цена представлена с учетом скидки. Можно установить пробную версию продукта, что мы и делаем. Следующий шаг – ознакомление с лицензионным соглашением пользователя. Представлено на русском языке. Можно распечатать, можно выбрать место расположения продукта, можно выбрать язык. Принимаем и продолжаем установку. Начинается процесс установки необходимых библиотек, копирование файлов и подготовка структуры. Последний пункт – подтверждение установки. Можно указать адрес электронной почты для получения новостей и предложений от Trend Micro. Данная функция не обязательно. Нажимаем «Готово» и стартует главная страница. Приглашение «Добро пожаловать в Trend Micro». Повышение производительности компьютера и удаление угроз одним щелчком. Нажимаем на сканирование и выполняются функции. Можно более не показывать данное приглашение. Появляется значок на рабочем столе и в панели задач. Мы видим новый дизайн продукта, который существенно отличается от предыдущей версии. По моему мнению, он более прогрессивен, понятен и эргономичен. В верхней части располагается возможность перейти к справочной информации. Должна будет открываться соответствующая страница со справкой по продукту. В настоящее время она не готова. Появляется возможность выбрать настройки Trend Micro. Включаем. Появляется Trend Micro Toolbar. Можно оценить ссылки на веб-страницах. Оценить ссылки при наведении указателя мыши. Выполнить проверку конфиденциальности в интернет. Перейти к настройкам. Получить справку. Далее следует информационный блок. Ниже возможность перехода к компонентам устройства. Конфиденциальность. Данные. В центре располагается выполнить сканирование. При нажатии будет выполняться быстрое сканирование. Справа можно выбрать вариант сканирования. Быстрое полное сканирование по выбору. Перейти к настройкам. Перейти к отчетам о безопасности. Ниже продукт сообщает о том, что защита в актуальном состоянии и работает корректно. А также информация о истечении срока лицензии. Можно перейти к приобретению лицензии, что вызывает переход на соответствующий интернет ресурс. Trend Micro Titanium Maximum Security с 50% скидкой в настоящее время. Защита на 3 компьютера. Можно выбрать 5 устройств, 10 устройств. В нижней части располагается возможность посмотреть срок истечения лицензии и возможность перейти к дополнительной справочной информации. Сколько дней защиты остается. Здесь можно перейти к приобретению, что открывает соответствующий ресурс. Перейти к вводу серийного номера, имеющегося после покупки. А также изменить информацию о подписке. С левой стороны располагается возможность ввода серийного номера, если мы уже этот номер имеем. Для того, чтобы имелась возможность наблюдать за нагрузками, я запускаю диспетчер задач, который располагается с правой стороны. Мы можем видеть нагрузка на процессор, использование памяти, нагрузка на дисковый накопитель, нагрузка на сеть. Данная информация дает представление о работе компьютера в стандартных условиях, когда никакие зловреды не запускаются, продукт установлен и работает без дополнительных нагрузок. Что касается компонентов. Информационная панель. Можно перейти к учетной записи. И открывается соответствующая страница Trend Micro. При наведении курсора на любую ссылку, через некоторое время, с левой стороны, появляется значок, который подтверждает качество перехода по данной ссылке. Переход будет безопасным. Получить информацию о подписке. Открывает соответствующее информационное окно. Получить информацию о программе. Здесь же выполняется проверка наличия обновлений, как самой программы, так и баз данных. Выполняется загрузка обновлений, после чего обновления интегрируются. Все возможные обновления выполнены. Версия продукта 8.0.11.33. Можно перейти к просмотру дополнительных компонентов, где расписывается номер каждого компонента в отдельности. Можно перейти к просмотру сведений о лицензиях сторонних разработчиков. Краткая информация. Расширенное обслуживание. Открывает отдельную страницу технической поддержки Trend Micro. Далее переходим к компонентам устройства. Открываются следующие возможности. Настройки безопасности. Сканирование в режиме реального времени включено. Веб-фильтрация включена. Можно перейти к настройкам этих элементов. Открывается соответствующая страница параметров. Проверка работоспособности компьютера. Выполняет оптимизацию производительности данной машины. Нажимаем запустить. Стартует оптимизация. Выполняется поиск нежелательных файлов. Поиск проблем. После чего выдается общая справочная информация. Уровень оптимизации в настоящее время очень хороший. Можно навести курсор мыши на буквку И. И откроется более детальная информация о том элементе, который описывается. Имеется возможность выполнить одно улучшение. Можно посмотреть список возможных улучшений. Разворачивается страница. Можно исправить уязвимости в безопасности. Это касается включения центра обновления, настройки управления учетной записи пользователя. В настоящее время мы работаем в административном режиме, где основные функции защиты операционной системы Microsoft отключены. Это сделано для того, чтобы продукт мог работать и показывать свои функции без зависимости и без влияния средств Microsoft. Здесь имеются подразделы исправления уязвимости и безопасности, сокращение времени запуска компьютера, восстановление объема жесткого диска, очистка конфиденциальных данных. Можно также нажать на подробные сведения и также развернуть страницу. Еще один компонент, который отсутствует в предыдущих версиях продукта, защита другого устройства. Можно распространить действия защиты за пределы этого компьютера. И смотрим более подробную информацию. К сожалению, в настоящий момент подробная информация отсутствует, но будет добавлена в ближайшее время. Следующий компонент – конфиденциальность. Здесь присутствуют следующие элементы. Сканер конфиденциальности включен. Переходим к настройкам. Можно выполнить проверку конфиденциальности Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn. Для того, чтобы быть уверенным, что данные доступны только друзьям и родственникам. Нажимаем «Начать проверку». Открывается соответствующий ресурс. Здесь перечисляются социальные сети, которые можно проверить. Для этого необходимо войти в соответствующую сеть. Ниже указываются браузеры. С соответствующего мастера мы также можем проверить конфиденциальность веб-браузеров. Нажимаем «Начать проверку» и переходим в это же окно, только в подраздел «Браузеры». Internet Explorer. Одна проблема – это автозаполнение имен пользователей и паролей в формах. Рекомендуется выключить. Google Chrome. Здесь рекомендуется включить отправку запроса «Не отслеживать для трафика в интернет» и выключить запрос сохранения паролей, вводимых на веб-страницах. Можно исправить все. Следующий компонент – «Защита в социальных сетях». Включена. Переходим к настройкам. Здесь указываются имеющиеся веб-браузеры. Internet Explorer. Google Chrome. Оба компонента в настоящее время подключены и защищаются. Последний компонент – «Предотвращение и хищение данных». В настоящее время выключен. Переходим к настройкам. Здесь указывается, что конкретно и как данный компонент может защитить. Можно выставить галочку «Не показывать это сообщение в дальнейшем». Далее необходимо задать пароль. После установки и ввода пароля мы переходим к возможностям настройки. Включаем компонент. Нам предлагаются категории. Уже запрограммированы. Номер телефона – кредитная карта. Мы можем здесь менять наименование и вводить соответствующие данные, которые будут защищаться. Впоследствии компоненты эти можно удалять. Можно добавлять следующие категории. Пишем наименование. Вводим соответствующие данные. Следующий компонент – «Данные». Здесь присутствует Secure Arrays – компонент безопасного удаления конфиденциальных файлов без возможности восстановления. Компонент выключен. Переходим к настройке. Можно прочитать более детальную информацию, каким образом происходит удаление. Далее можно более не показывать этот информационный бюллетень. Включаем компонент в работу. Выбираем тип удаления – «Быстрое удаление» либо «Перманент Erase». Данный компонент будет переписывать место расположения конфиденциального удаляемого объекта 7 раз. После чего восстановить данные будет очень сложно. Для этого понадобится специальное программное обеспечение. И не факт, что после этого удастся что-то восстановить. Вероятность очень низка. Нажимаем «Ок». После этого мы можем навести курсор мыши на любую папку или файл. При нажатии правой кнопки открывается проводник, где имеется возможность удалить с помощью Secure Arrays. Нажимаем на данный компонент. Задается вопрос, действительно ли мы хотим удалить указанную папку или файл безвозвратно. Если «Да», то нажимаем «Ок» и выполняется безвозвратное удаление. Если «Нет», то отказываемся. Следующий элемент World – сохранность важных файлов, защищенной паролем папки. Выключен. Переходим к настройке. Здесь читаем информацию, можно в дальнейшем ее не показывать. Чтобы использовать эту функцию, необходимо приобрести полную версию программы безопасности Trend Micro. В демонстрационном тестовом режиме этот компонент недоступен. Будет предоставляться возможность создать защищенную папку, куда мы можем сохранять информацию. Следующий элемент «Семья». Здесь находится родительский контроль и управление родительским контролем. В настоящее время компонент выключен. Переходим к настройке. Читаем информацию. В дальнейшем можно ее более не показывать. Мастер позволяет нам настроить данный элемент защиты. Перед продолжением работы мастера мы можем выбрать отдельную учетную запись в данном Windows, если у нас ребенок работает под отдельной учетной записью. Выбираем из списка. Можно добавить учетную запись у Windows. Можно получить дополнительные сведения о учетных записях пользователей Windows. И перейти к настройке учетных записей. Продолжаем настройки. Следующий компонент «Правила фильтрации веб-сайтов». Включить правила фильтрации «Включено» можно отключать, если данный компонент нам не нужен. Перечисляются возможности включить фильтрацию безопасного поиска, чтобы эти элементы проверялись и в поисковиках. Включить фильтрацию изображений, чтобы блокировать нежелательные изображения. Заблокировать непроверенные сайты. Эта функция позволяет вам избежать опасности в случае, если веб-ресурс в программе по той или иной причине неизвестен. И он относится к категории, которая подпадает под какую-либо заблокированную. В этом случае сайт все равно не откроется. Далее выбираем возраст представленной категории 3-7, 8-12, 13-17 лет. Либо пользовательский вариант. И тут мы можем подстраивать более детально элементы. Для взрослых, сексуального характера, связь или мультимедиа и компоненты, скандальные, покупки и развлечения. Следующий элемент настроек это ограничения по времени. Можно активировать ограничения, можно отключить активацию. Планирование времени работы семьи в интернет. Настроить простой график на рабочие и выходные дни. Одна форма. Указываем рабочие дни, выходные дни. Белые блоки разрешено, красные блоки заблокированы. Либо настроить подробное дневное расписание. Все дни недели указываются. Можно ограничить сколько часов в день дети могут работать на этом компьютере. В рабочий день и количество часов. В выходной день и количество часов. Следующий элемент управления программами. Можно добавить программное обеспечение, которое будет работать в определенное время и в дальнейшем будет блокироваться. Например, о шампу. Выбрали программу, теперь можем изменить расписание. Здесь указано, что программа блокируется во все дни недели. Мы можем выбрать время, когда будет разрешено работать с этой программой. Нажимаем ОК и мы запрограммировали работу с этим приложением. Сюда можно заносить игры и прочие приложения, которые вы хотели бы ограничить для использования. Нажимаем Далее и завершается работа мастера. В центре располагается элемент сканировать. Нажимаем Выполнить проверку. Выполняется быстрое сканирование. Указываются проценты, файлы которые проверяются, либо места расположения. Количество найденных угроз. Можно выставить галочку Выключить компьютер после завершения этого сканирования, если оно выполняется после выполнения работы. Можно остановить сканирование в любой момент. В этом случае появляется сообщение о том, что обнаружены или не обнаружены угрозы, сколько угроз устраняется, сколько файлов в куки было удалено. Можно перейти к подробным сведениям. Открывается дополнительное окно. Если будут здесь располагаться файлы угроз, то будут указываться эти файлы, тип файла, действия, которое применялось. Сколько объектов находится в состоянии еще не устранено и можно просматривать. Сколько было удалено файлов в куки браузера. Во время сканирования можно разворачивать тильду и откроется возможность переходить к дополнительным блокам. А также можно выставить сканирование на паузу, затем продолжить. Варианты сканирования быстрые мы с вами уже посмотрели. Полное сканирование выполняет проверку всех подключенных к системе дисков, как внутренних, так и внешних, кроме сетевых дисков. Все остальное аналогично. Данный вид сканирования будет занимать больше времени. Соответственно, его необходимо выполнять, учитывая этот параметр. И пользовательский вариант сканирования по выбору. Здесь мы сами выбираем, какие папки, файлы, либо диски будут сканироваться. Выбрали. Нажимаем начать сканирование и здесь будет проверяться только выбранная нами директория. Все остальное аналогично. Следующий компонент настройки. Появляется сообщение о возможности получения более надежной защиты Trend Micro. Нажимаем подробнее, но к сожалению информацию не получаем, пока она не готова. Элементы управления защитой и настройкой. Параметры сканирования. Сканировать файлы при открытии, сохранении или загрузке. Это работа антивируса на горячую. Включено. Можно включить сканирование архивов. Архивы будут распаковываться, файлы в них проверяться, а потом вновь упаковываться. Если для нас это актуально, то выставляем. Данный компонент усиливает защиту. Отслеживать попытки программы внести несанкционированные изменения в системные настройки, которые могут угрожать безопасности. Выставлено. Предотвращать автоматический запуск программы с внешних дисков. Будет блокироваться автостарт с внешних устройств. Выставлена галочка сканировать компьютер на наличие подозрительных файлов при его запуске. Если нам что-то непонятно, то напротив некоторых пунктов имеется информационная справка. Наводим мышь и читаем сообщение. Уровень защиты. Можно выбрать обычный уровень, можно сверхчувствительный, либо оставить автоматически переключать уровень защиты. В этом случае программа самостоятельно будет принимать решение, когда и какой уровень защиты использовать в зависимости от ситуации. Сверхчувствительный уровень – это агрессивное удаление угроз. Обычный – это выявление очевидно рискованных действий. Далее выставлена галочка автоматически удалять все файлы, имеющие малейшие признаки угроз. Автоматически удалять программы шутки. Справочная информация тоже здесь отсутствует. Отображать предупреждение при обнаружении вирусов в шпионских или подозрительных программ. Компонент позволяет нам видеть информацию о том, что антивирус обнаружил программное обеспечение, которое относится к указанной категории. Соответственно, мы можем своевременно реагировать и просматривать информацию о обнаружениях. Если нам такие уведомления не нужны, то мы можем данную галочку отключить. Следующий компонент – проверка работоспособности компьютера. Здесь настраивается проверка наличия уязвимости безопасности и проверка наличия нежелательных системных файлов. В подкатегорию безопасности включается центр обновления Windows, защита брендмауэра, интернет-эксплорер, настройки управления счетной записью пользователя и обновление флешплея. Наличие нежелательных системных файлов, временные файлы Windows, веб-браузера, приложений и содержимое корзины. Можно выбирать отдельные компоненты, можно выбирать все, либо отключать все. Запланированные сеансы сканирований. Здесь имеется возможность выбрать либо интеллектуальное расписание, которое позволяет самостоятельно выбирать даты проведения сканирований, исходя из работы компьютера и из обнаруженных угроз. В настоящее время расписание на автомате предлагает выполнять проверку 1 сентября. Если нам в принципе не нужны расписания проверок, то мы можем отключить данный компонент. Можно настроить определенное расписание, в этом случае интеллектуальное работать не будет. Позволяется выбрать дни недели, в данном случае это будет либо конкретный день недели, либо каждый день, либо первое число месяца. Выбрать какое-то конкретное число здесь не удастся. Мы можем выбрать только время начала проверки, а также тип сканирования, который будет выполняться. Быстрое сканирование проверка только опасных директорий, где обычно находятся угрозы, либо выполнить полное сканирование всех дисков компьютера, включая внешние, кроме сетевых. Ниже указывается дата последнего выполненного сканирования. К сожалению, производитель не дает возможности пользователю запрограммировать несколько проверок по расписанию. Здесь можно выбрать только одну проверку. Мы не можем, например, запрограммировать на какое-то число, скажем, ежемесячно полное сканирование, а также добавить сканирование быстрое, например, на каждый день. Следующий элемент управления интернет и электронной почтой. Веб-угроза. Выполнять блокировку потенциально опасных веб-сайтов. Галочка выставляется. Уровень защиты можно выбрать обычный стандартный для повседневной работы. Можно выбрать высокий уровень. Данный уровень полезен, когда мы работаем с конфиденциальной информацией, так как в этом случае будут блокироваться угрозы сайтов при малейших признаках мошенничества. Можно выбрать низкий уровень. В этом случае будет выполняться блокировка только опасных мошеннических веб-сайтов, которые уже подтверждены. Отображать панель инструментов Trend Micro Toolbar в поддерживаемых браузерах. Это касается панели инструментов, которую мы с вами уже рассматривали. Выставлена галочка «Предотвращать выполнение вредоносных сценариях браузерами Internet Explorer, Firefox и Chrome». Следующий компонент – спам и файлы, полученные по электронной почте. Можно включить, фильтровать нежелательные рекламные объявления и другие нежелательные сообщения в электронной почте, а также выполнять проверку наличия угроз в файлах, вложенных в сообщения электронной почты. Данные компоненты повышают уровень безопасности. Сеть. Выставлена галочка «Активировать Firewall Boost». Данный компонент улучшает защиту, которую обеспечивает BrandMower Windows. Дело в том, что Trend Micro работает в тандеме с BrandMower Windows. И данный компонент дополняет в данном случае защиту Firewall. Позволяет выполнять обнаружение программ Botnet, которые могут незаконно использовать компьютер посредством удаленного управления. Можно выставить галочку «Отображать предупреждение при подключении к потенциально небезопасным беспроводным сетям или точкам доступа». Для усиления безопасности лучше выставить данный компонент, если мы используем беспроводные соединения. Следующий компонент – «Обмен мгновенными сообщениями». Выполняется проверка наличия риска в безопасности в ссылках на веб-сайты, полученные через программы «Обмен мгновенными сообщениями». И указывается «Яхо мессенджи. AI». Данные программы в настоящее время не установлены. Следующая подкатегория – «Список исключений». Программы и папки мы можем добавить через обзор, либо диски, либо конкретные папки, либо конкретные файлы, которые мы хотели бы исключить, и сканирование, и других видов отслеживания. В любой момент выбранную категорию можно удалить. «Веб-сайты». Здесь запрограммировано производителем определенное количество доверенных веб-сайтов, которым можно действительно доверять, по мнению Trend Micro. Если мы с этим не согласны, мы можем выбрать либо все сайты, либо какие-то определенные, и удалить их из этого списка. Помимо удаления, мы можем корректировать данные, видоизменять сам веб-сайт, импортировать данные URL-адреса из избранных в браузере Internet Explorer, и выбрать, либо мы доверяем данному сайту, либо не доверяем, и выставляем блокировку. Помимо запрограммированного, мы можем добавлять собственные веб-сайты, URL-адреса, и также присваивать категории. «Беспроводное подключение». К указанным ниже точкам доступа всегда будет разрешено подключение. Указывается точка доступа и уровень безопасности. В любой момент мы можем удалить либо все точки доступа, либо определенные, которые для нас являются опасными, подозрительными, недоверенными. Все перечисленные сейчас параметры можно восстановить по умолчанию. Для этого достаточно нажать «Восстановить параметры по умолчанию». Никаких вопросов задаваться не будет, сразу же настройки перейдут в заводской вид. Далее переходим к другим параметрам. Запуск системы. Имеется три варианта. По умолчанию работает сбалансированная защита. Во время старта компьютера будут загружаться основные драйвера программы защиты, а все остальные прочее будут подгружаться уже после загрузки всех компонентов, необходимых для старта операционной системы. Можно выбрать сверхзащиту. В этом случае программу будет стартовать изначально со всеми драйверами. Это займет более продолжительное время и даст дополнительную нагрузку. Либо выбрать сверхпроизводительность. В этом случае сначала будет загружаться операционная система, и только потом будут загружаться драйверы программы безопасности. Это опасный вариант запуска программы безопасности. В любом случае для изменения этого параметра потребуется выполнить перезагрузку компьютера для того, чтобы изменения вступили в силу. Оставляем сверхзащиту, так как это самый безопасный вариант. Настройка сети. Выставлена галочка «Подключаться к сети интернет через прокси-сервер». И следующий пункт «Использовать настройки прокси-сервера через интернет-эксплорер». Информация, которая находится в интернет-эксплорер, сообщает о том, что у нас прокси не работает. Поэтому мы можем либо отключить, снять галочку и не использовать данный компонент, либо, если мы работаем действительно через прокси, выбрать вариант ввести данные самостоятельно, прокси-сервер, порт, аутентификация, если нужна, либо использовать сценарий автоматической настройки. Так как я не использую прокси-сервер, я просто отключаю данный компонент. Уменьшить использование данных в сети с измеряемым трафиком. В случае выставления указанной галочки, программа будет выполнять обновления более редко, для того, чтобы экономить трафик. Если мы используем безлимитную сеть интернет, в этом случае мы можем эту галочку снять. И тогда обновление программы и сигнатур будет выполняться более часто, что, соответственно, улучшает качество защиты. Smart Protection Network. Выставленной галочке «Передавать информацию об угрозах и о производительности компьютера в Trend Micro». Данная информация необходима для обеспечения улучшения состояния защиты, а также для лучшего анализа, настройки и возможности работы компьютера. Никакая личная информация при этом в Trend Micro не передается. Пароль. Здесь мы можем установить парольную защиту. Если нам необходима защита, то подключаем данный модуль. У нас она уже работает, потому что мы включали данный элемент при настройке одного из компонентов продукта. Можно отключить защиту паролем. В этом случае она использоваться не будет. Однако она необходима для работы некоторых компонентов, где без пароля в принципе невозможно выполнить контроль, как, например, родительский контроль доступа. В настоящее время пароль используется для предотвращения и хищения данных родительского контроля хранилища. Можно изменить адрес электронной почты. Можно изменить подсказку для пароля. Можно изменить сам пароль. Для этого указываем текущий, вводим новый и подтверждаем. Фоновый рисунок. Продукт позволяет либо выбрать рисунок из указанного списка, либо самостоятельно пользователю настроить то изображение, которое он хотел бы здесь видеть. Например, через обзор мы выбираем фото, которое нам нравится. Открываем. Картинка накладывается на изображение. Далее мы можем регулировать масштаб данного изображения и перемещать картинку вверх-вниз для того, чтобы выбрать лучший ракурс. Нажимаем ОК, применить. И теперь наш продукт оформлен в соответствии с нашими требованиями. Либо выбираем компонент изображения из списка. Что касается дизайна представленных встроенных компонентов оформления, то они подобраны таким образом, чтобы дальний фон не забивал изображением находящиеся в соответствующей панели управления, и пользователь мог легко получить к ним доступ. Следующий элемент отчета безопасности подразделяется на подкатегории. Это веб-угрозы, отфильтровано 0, угрозы для компьютера, также не обнаружено, проверка работоспособности персонального компьютера, родительский контроль. Веб-угрозы и угрозы для компьютера можно видоизменять период, рассматривать за последнюю неделю, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, последний год. Можно получить дополнительные сведения о защите, и в этом случае мы перейдем к более подробному журналированию, где подразделяется информация на последнее сканирование, вирусы, шпионское программное обеспечение, файлы куки, веб-угрозы, несанкционированные изменения, предотвращение и хищение данных, защита запуска, сеть, обновление, и можно просматривать более детальную информацию, родительский контроль, Восстановление объема жесткого диска, очистка конфиденциальных данных, Secure Race, Wi-Fi Advisor. Данные, которые будут представлены, можно экспортировать. Это же относится и к веб-угрозам, аналогично. Проверка работоспособности. Пространство освобождено, время запуска сэкономлено в секундах. Проверка на безопасность. Конфиденциальных данных имеются две информации, которые мы с вами уже рассматривали. Можно немедленно начать проверку. Запускается мастер. Его можно приостановить, можно остановить работу. Можно получить дополнительные сведения, аналогично. Родительский контроль. Сколько было заблокировано веб-сайтов. Можно перейти к настройке. Для этого необходимо включить пароль. Можно получить дополнительные сведения, аналогично. При нажатии правой кнопки мыши на значке продукта можно открыть главную консоль. Приступить к выполнению сканирования. Выполняется быстрое сканирование. Проверить наличие обновления программы. Новых обновлений нет. Перейти к учетной записи Trend Micro. Выполнить проверку подписки. И выйти из продукта. Если перейти к просмотру установленных приложений Trend Micro, то здесь имеется возможность получить интерактивную справку, но в настоящее время она недоступна. А также перейти к набору инструментов. Это дополнительный компонент, который позволяет выполнить отладку, выбрать уровень отладки, либо по умолчанию, либо конкретный, с добавлением определенных компонентов. Включить журналы старше 30 дней, если необходимо. Угрозы. Создать журнал вредоносных программ. Можно включать, отключать, отложить сканирование в режиме реального времени при копировании файлов на этот компьютер. Удаление. Можно удалить программное обеспечение полностью. Удалить временные файлы. Файлы обновления системы безопасности. И файлы прокси сервера Trend Micro с этого компьютера. Можно запускать, либо останавливать все работающие компоненты. Список исключений. Здесь, так же как в самой программе, мы можем добавлять исключения. Папки, файлы, диски. Подробные сведения. Информация о версии продукта. Серийный номер. Пробной версии. Пользователь. И так далее. А так же номера соответствующих компонентов и версий. Можно получить информацию о системе. Можно выполнить перезагрузку компьютера в безопасном режиме. Это удобный элемент может потребоваться во время работы. Можно получить помощь. И открывается соответствующий веб-ресурс технической поддержки Trend Micro. Можно получить дополнительные инструменты. К таковым относится Trend Micro Rescue Disk. Его можно загрузить и в дальнейшем создать либо безопасный CD-DVD-носитель, либо USB-носитель. Загружаем компонент. На рабочем столе появляется соответствующий элемент. Вызываем. Запускается мастер. Необходимо выполнить обновление. Выполняется обновление компонента. Во время первого запуска также придется принять лицензионное соглашение на английском языке. После обновления мы выбираем, какой тип устройства мы хотели бы использовать. USB-девайс. В настоящее время подключенных нет. Можно выполнить перепроверку, если мы подключили устройство и указать устройство. Здесь надо иметь в виду, что устройство на момент подключения должно быть очищено. Либо на нем должны содержаться объекты, которые вам уже не нужны. Если имеется какая-то информация, ее надо переписать, сохранить. Потому что при создании диска информация эта может быть уничтожена. Либо CD-DVD. И в этом случае указывается дисковод. Нам необходимо соответствующий диск поместить в дисковод. После чего выбираем этот диск. И начинается процедура создания безопасного диска. На этом все. Мы рассмотрели все элементы и возможности Trend Micro Titanium Maximum Security. С вами был Настромо771. Спасибо за внимание. До свидания.